здравствуйте друзья у нас в студии линара да помашите ручками линара с ней на руках у нее кто четырехлетняя как зовут даша и супруг да я он же отец юра юра вы откуда вы родом родом я с города черновцы я родом из узбекистана из города черчик похоже докажешь что вы где москве хорошо встретились на полпути вы участники нашего конкурса видео так вот покажите они приехали через весь мир чтобы забрать свой флаг они вот так выглядят и флажки ну так вы его покрутить на ту сторону такой еще и скажешь звездочки дали а полосочки нет вот это у них так вот флаг я думаю что мы же отправили по почте но будет два флага значит вы погулять приехали в америке да путешествие по америке по калифорнии сан-диего лос-анджелес силиконовая долина и потом еще сан-франциско ну чё же неплохой план у вас а как вы из москвы прилетели какой был маршрут в лос-анджелес с лос-анджелеса есть прямой рейс из москвы да 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 прямой рейс потом из лос-анджелеса на машине в сан-диего поехали потом обратно из сан-диего в лос-анджелес прикольно лос-анджелес сан-диего там близко в принципе ну да или через эти маленькие городочки на побережье два с половиной часа да скорее всего через городочки у нас получается все путешествие на машине к вечеру после шести примерно отправляем а то есть вы всю эту лепоту ночь пропустили там невероятно прикольно там много много маленьких городочков и они такие шикарные вот я очень люблю лохое там уже почти сан-диего там уже на подъезде невероятные места ну хорошо так а чего успели посмотреть зоопарки были сан-диего были в сан-диего так что в зоопарке рассказывай как зоопарке понравилось ну хорошо ну вам понравился зоопарк да нам понравился очень мы спустились по канатной дороге то есть вы не хотели там политическое убежище попросить то есть девочка у вас уже международная такая путешественница лишь путешествует а на чем садик у вас такой да а где живете в москве самолете и дали значок на бабушкинской на северо-восток у нас съемное жилье там поэтому живем на севере работаем на юге добираемся до работы час сорок пять ну хотя бы не ездите из узбекистана вы расскажите какое вас видео было чтобы ребята вас вспомнили как о чем было ваше видео начну я потому что я в 2011 году посмотрел онлайн вашу трансляцию на россию на русском языке а вот тут курс по тестированию да 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 и уже в марте 2012 я пошел в тестировщики то есть на вас так повлияло да 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 и ведь никогда не знаешь как на кого повлиять я-то и в мыслях не имел что кто-то работу будет искать я так хотел ну просто чтобы было и вдруг смотрю один пошел другой пошел а вы там как в группе назывались я скайпе какой-то молчу молча-молча раз и в тесте так вы уже тестер можно сказать 8 месяцев ну прикольно да я был начальником отдела продаж был начальником отдела снабжения и вот все бросил и если не пошел в каком возрасте вы переключились тридцать шесть лет то есть не проблема была проблема потому что в россии но в москве до 35 потолок для айтишника ну и так но я как ковырялись ковырялись ну одну компанию попал ну главное начать да да вот а теперь работаю в другой компании очень крупная компания вот не не касаясь конкретно вашей зарплаты но в принципе вот человек который в москве два года проработал айтишником вот тестом грубо говоря начав даже там 35-36 лет вот что может реально заработать вот если бы сейчас пошли искать работу сколько бы сейчас реалистично могли бы получить но я сейчас по максимуму я считаю так я ручной тестировщик автоматизации ничего не делаю хотя тестировал и автоматизации немножко на джаве написал но мне она не нравится вот и раками да руками я тестирую лучше но так вот вот ручник так скажем мы не получать до 70 но многие тысяч рублей в месяц чистые да две тысячи долларов чистыми да чистые на руки а так многие остаются на зарплате 45 и не прыгают дальше где-то полторы почему они так ну вот засиживаются молодежи много или по старшим народу нет наоборот все молодежь все рядом молодые в общем вот от 24 5 лет до 30 вы когда вы на этих молодых смотрите они заводные они куда-то рвутся или они вот сели и сидят вот я был среди них заводным так получалось я копал все глубже и дальше и в общем большего добивался и все говорили да у него возраст потому ему его и поднимают я просто не сидел на нынче и не боевой а если боевой тоже чем-то еще занимаются да потом они доучиваются идут еще такой вопрос вот я с одним пареньком беседовал ну там лет семь-восемь назад он работал у касперского но такой серьезный программист и он говорит что вот нас там было я боюсь а в этом 400 человек там 200 не помню вот и практически все были не из москвы откуда-то еще приезжали вот у вас там где вы сейчас работаете например там много не москвичей так она и есть там процентов 90 не москвичей 90 а что вы сделали с москвичами там они уехали в силиконовую долину у меня лично такое мнение что регионы едут в москву перевалочный пункт и далее а москвичи кто там да например то есть я может освободил место да они не то что место освободили все рвутся к лучшей жизни к более обеспечено москвичам деваться же некуда это вы можете из узбекистана в москву да а когда уже в москве ты куда только если в кремль там в кремле тоже на одни не москвичи да ну что же хорошо так вы недельку уже гуляете и дальше чего отпуск у нас две недели на недельки погулять здесь потом в сан-франциско так и назад в субботу назад в москву трудовым будням ну давайте вы какое-нибудь видео снимаете нет только фотоотчет но тогда может быть вы слепите свой фотоотчет к нему приделайте какую-то звуковую дорожку и давайте я повешу у нас на канале вы уже у нас свои там прописаны вот и будете слушать вот вам народ подписал комментарии под вашим видео хорошее все хорошие даже не видел в общем я так удаляю никто не видит я шучу вот у нас педаг нет это еще не педагог да ну хорошо значит вы еще недельку погуляете да или что до полнедельки до субботы до субботы то есть вас сейчас сан-франциско завтра еще маутин вью мы хотим может съездить куда-то к океану мы смотрели в сан-диего ну хорошо ребята давайте так тут же нас выгоняют из кабинета значит давайте ручками все помахали нет вот вы давайте другой ручкой другую ребят девочки и поехали всем привет и и и и и